Добрый день дорогие друзья, меня зовут Владимир и сегодня мы рассмотрим с вами довольно интересную и неприятную ситуацию с которой может столкнуться любой владелец нового РНО Каптур а дело все в том, что сегодня у нас за бортом на улице температура минус 12 Минск, Беларусь и проблема в том, что лючок бензобака при данной температуре даже уже при температуре минус 5 градусов, как мы заметили ранее может не открыться к сожалению, в открывании лючка бензобака не помогают даже специальные средства был куплен баллончик ВД-40, который был использован полностью 100 мл не помогло ничем далее было куплено вот такое вот средство можем с вами видеть это специальный размораживатель под названием СДМ вот с такой вот непосредственно на конце трубочкой для того, чтобы заливать в тонкие отверстия баллончик объемом, если не ошибаюсь сейчас посмотрим даже не указано, но по-моему, где-то 300 или 250 мл баллончик универсальный для размораживания стекол и замков устраняет лед, снег, иней размораживает стекла, зеркала, фары замедляет повторное замерзание он на основе силикона, я смотрю но, к сожалению, даже это средство по крайней мере, вот второй день мы боремся с лючком бензобака пока не помогло дело все в том, что лючок бензобака а точнее его механизм сделан из пластиковых деталей то есть сам крепеж, который открывает непосредственно лючок он сделан из пластиковых элементов то есть прилегает пластик к пластику пластиковый замок поэтому при даже небольшом примерзании при температуре минус 3, минус 5 пластик к пластику замерзает намертво и отдереть друг от друга пластик практически нереально мы уже пытались, пробовали сейчас мы вам покажем, как надо заливать что из этого, в принципе, выходит вот, просто в итоге можно отдереть с мясом лючок лючок, кстати, сам тоже пластиковый у Renault Captur поэтому все, кто владеет данным автомобилем кто столкнулся с данной проблемой лучше всего поезжайте к дилеру дело в том, что мы уже позвонили дилеру полчаса назад рассказали о нашей проблеме дилер даже не удивился в Минске наш дилер Renault сказал, да, конечно, приезжайте нам сделали запись на 12 часов дня сейчас еще 11 поэтому как раз мы готовимся к поездке к дилеру и непосредственно надеемся на то, что нам что-то либо все-таки там прочистят, может более профессионально либо, надеемся, заменят потому что нам кажется, что это действительно какой-то заводской брак не может механизм сделан быть из тонких пластиковых пластин при этом, которые, ну, настолько примерзают друг другу что отделить ничем причем сама рукоятка опять же, открывания лючка бензобака она сделана из пластика причем очень хрупкого если чуть сильнее ее дернуть она просто останется в руке сейчас мы, кстати, вам ее и покажем и как сам процесс открывания лючка мы тоже сейчас вам покажем продемонстрируем и непосредственно опробуем наше новое средство после ВД-40 которое, к сожалению, не помогло надеемся на это итак, открывание лючка бензобака осуществляется из салона автомобиля как можно видеть по левую руку от водителя возле водительского сидения находится такой вот рычажок к сожалению, опять же сделан полностью из пластика как и сам лючок бензобака и его механизм для того, чтобы открыть необходимо потянуть рычаг на себя к сожалению, никакого щелчка при осуществлении этого процесса не происходит бензобак не открывается как ты его не тянешь ни вверх, ни вниз к сожалению, это не происходит поэтому переходим опять же к самому личку бензобака и применяем наше средство напомним, мы купили средство размораживатель под названием SDM для стекол и замков белорусского производства компания ARSDM вот с таким вот наконечником на конце применили уже жидкость ВД-40 50 мл весь баллончик, ничего не помогло переходим, пробуем надеюсь, поможет нам это вот таким вот образом выглядит лючок бензобака температура в Минске сейчас минус 12 градусов по Цельсию бачок напрочь примерз точнее не он, а сам механизм который сделан полностью из пластика запшипываем туда наше средство размораживатель по всему периметру лючка желательно попасть в пластиковый механизм не жалеем, на баночке написано, что подождать необходимо около 3-4 минут для того, чтобы средство помогло и разморозило лед и образовавшийся наледь отметим, что данное средство состоит из изопропанола, гликоли, павов, отдушек и антикоррозийных специальных присадок и так прошло около 5 минут после заливания специальной жидкости для размораживания замков и стекол в лючок бензобака снова тянем за рукоятку открывание лючка опять же никаких щелчков не происходит тишина сильнее потянуть боимся потому что все сделано из пластика как и сам лючок бензобака и его механизм пойдемте смотреть теперь, что у нас с лючком бензобака в прошествии 5 минут лючок бензобака глицающим образом внешний наледь сошла при помощи нашего средства для размораживания но лючок бензобака, к сожалению, там же и остался механизм не разморозился к сожалению, все осталось на тех же местах мы сейчас направляемся к дилеру потому что своими силами в течение двух дней ничего сделать не смогли вот мы приехали к официальному дилеру Рено в Беларуси, город Минск Рено Лозанж, где был куплен автомобиль Рено Каптур в 2017 году в декабре автомобилю еще нету даже двух месяцев сейчас мы подойдем к специалисту по сервису, которому мы записались и так мы только что были в официального дилера Рено в Беларуси, город Минск, Лозанж Рено Лозанж, где нам сказали, что действительно данная проблема с лючком бензобака имеет довольно массовый характер где мы сказали, что давайте хорошо заменим весь узел, точнее пластиковый механизм лючка бензобака нам в ответ сказали, что да, без проблем мы можем заменить вам весь механизм но на сегодняшний день производитель Рено опять же сборка автомобиля осуществляется в Москве можем заменить только на такой же пластиковый механизм так я говорю, в чем суть, в чем вся фишка ведь все равно при минут пяти механизм будет замерзать и бензобак, к сожалению, лючок бензобака открыть нам будет проблематично где нам сказали на данный вопрос, что, ну, к сожалению, вы можете только обливать либо кипятком либо мы можем просто-напросто осуществлять с вами постоянную замену на пластиковый механизм поэтому, к сожалению, проблему устранить не удалось почему не удалось? дело в том, что для того, чтобы загнать машину на сервис, надо обязательно ее помыть то есть обязательно надо заплатить я говорю, ведь случай-то гарантийный такого, извините за выражение в стате я должен платить еще за помывку машину когда производитель неправильно сконструировал механизм лючка бензобака чтобы я еще потом каждый раз платил при заезде на сервис к официальному делеру Рено я сказал, нет, спасибо я сам кипятком могу облить просто как бы хотелось довести до людей, до производителя что так делать машины нельзя ведь вы делаете машины, где они эксплуатируются при температуре вот, ну, зимой минус 5, минус 10, даже минус 20 градусов как так не продумано было сделать данный механизм к сожалению, этот механизм показать я вам не могу потому что лючок бензобака пока еще открыть не удалось надеемся, что придет небольшая оттепель к нам в Минск что получится нам своими силами сегодня как-то его, возможно, облить кипятком или чем потому что расположен он довольно глубоко под, как бы, в кузов данный механизм и будет попасть туда довольно проблематично мы используем сегодня средство ВД-40 и специальный размораживатель для стекол и замков белорусского производства к сожалению, ни то, ни другое средство нам не помогло поэтому, все, кто столкнутся с данной проблемой ну, рекомендуем или просто советуем ну, подождать, пока до автопроизводителя все-таки дойдут мольбы о замене данного механизма на более надежные, хотя бы металлические или что-то связанное, скажем так, с каким-то другим материалом с вами был Владимир также этот и другие материалы, а также обзор Renault Captur вы можете почитать на нашем сайте bazlight.ru ссылка на сайт будет под видео и под описанием если у вас есть вопросы, предложения или пожелания пожалуйста, прислайте нам наш YouTube канал или оставляйте на нашем сайте bazlight.ru мы обязательно их рассмотрим и ответим и чем можем, тем поможем большое спасибо за внимание еще раз с вами был Владимир всего вам доброго и удачи на дорогах